Ну как, начал заниматься футболом в 6 лет. Отец с мамой разглядели то, что у меня есть ровенье постоянно быть с мячом. И начал заниматься у себя в родном городе Вышневолочок в России. Потренировался немного со своим возрастом. Сразу же перевели на год на два постарше. В итоге в 11 лет попал в Академию Коноплёва, оттуда в Московский Спартак. В Спартаке я был в районе 7-8 лет. Мы выиграли множество чемпионатов в России, кубков в России. Также я участвовал в матчах международных за сборную России. Ю-15, Ю-16. И вот со Спартака я уже здесь, в Гомеле. Было незабываемое время. Оно закончилось, но я думаю, что и здесь, и в любой другой команде, то, что я играю в футбол, это самое основное. Это то, что двигает меня вперед, то, что заставляет меня каждый день вставать и радоваться, что я футболист. Я в Беларуси не бывал, вот первое впечатление вообще от этого города, но я скажу, что у меня положительные одни. Очень красивый город, теплый, уютный. Да, да, я смотрел базу стадиона. От стадиона исходит такая энергетика мощная, что я думаю, здесь приятно играть. Если еще собираются болельщики, то вообще огонь. Да, это первый опыт именно карьеры. Я повторюсь, что были матчи международные много и турниры, но чтобы я перешел в какую-то команду, то это да. В раннем детстве выступал в нападении и крайнего, и центрального нападающего. Но потом, как только приехал в Тольятти, в школу Коноплева, то меня поставили в центр, и с 11 лет я уже играю в опорной зоне. В «Спартаке» и здесь буду играть опорного полузащитника, но это все зависит от тренера. Если мне тренер скажет сыграть и в нападении, и в защите, то моя роль маленькая, я буду выполнять установку. Ну, я получаю кайф от того, что я не привязан, в принципе, к одному месту, как нападающий, как защитник. У меня более обширные действия. Я получаю мяч, вижу все поле перед собой, практически могу отдать в любую зону. Но также мне нравится отбирать мячи, это прям вот основное, что нужно мне делать. Так как я низкого роста, я демонстрирую достаточно большой объем работы и отборы, это основное. Тоже мне всегда говорили, что тебе надо подрасти, подрасти, но в итоге я уже привык к тому, что я низкого роста. И мне стало удобнее даже, например, играть против высоких ребят, потому что у меня центр тяжести ниже, и я более устойчив на поле. Да, могла жизнь сложиться по-другому, так как у меня мама думала, что я буду великим музыкантом на тот момент. И отдала мне музыкальную школу параллельно с футболом с первого класса. И я так доучился до пятого класса, но в итоге мне пришлось не то, что выбирать, но я прогуливал музыкалку часто. И у меня не было другого шанса, как уехать в Толятти и все, и там уже заиграть. Есть у меня один матч, это еще я в Спартаке играл. У нас было зимнее первенство, и у меня тогда у моей мамы было день рождения, и этот матч был с локомотивом московским. Решал судьбу нашу, либо мы первые, либо мы вторые. Нам нужно было обязательно выигрывать, и на последних минутах мне предоставилась возможность забить гол с пенальти. И таких два события торжественно соединились. И то, что я поздравил маму, и то, что я принес команде таких три очка долгожданных, и мы выиграли этот чемпионат. Но сейчас основная цель – это играть и получать опыт здесь, в Гомеле. Главное – вырасти здесь, как футболист. Возможно, перейти в дальнейшем в более серьезные чемпионаты. Но, повторюсь, главное здесь и сейчас показать все, что я умею. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!